Жители 32-го дома на проспекте Пролетарском вот уже несколько месяцев страдают от растянувшейся на десятки метров кучи снега. Для детей такие импровизированные горки, как правило, становятся центром притяжения. К тому же массивные снежные валы создают помехи для водителей и пешеходов. Особенно страдают здесь владельцы авто. Вечером и так припарковаться негде, а на месте этой кучи мог бы встать десяток машин. Ну, они нагребли их еще в прошлом году. Ну, естественно, вечером приедешь, и машину-то некуда поставить. Ну, до Нового года уже были они. Ну, да, в декабря как сильный снег пошел, так. Ну, у меня машины нет, так что меня это не волнует. Ситуация во дворе на Пролетарском 32 не единственная в череде подобных. На портал «Твой Сургут» поступило еще несколько обращений от жителей других микрорайонов города. Уже опубликованы ответы. Проблему обещали решить до конца недели. Прошлой недели. Новая уже началась, а снег и с места не сдвинулся. Жители дома на Пролетарском проспекте в управляющую компанию «Восточный ДЭС» обращались. Но проблему это никак не решило. В управляющую компанию вывезем. Вот когда обращались, то есть они так вот отвечают, вывезем, вывезем. Срок придет, вывезем. Ну, я не понимаю, то есть у них как бы по это, они должны в течение 10 дней, ну, не позднее 10 дней вывезти, когда вот это собрали. А я говорю, с 15-го числа даже, может быть, ну, первые кучи появились еще в начале декабря, даже в конце ноября. То есть вон там куча вот эта, она была самая первая. А те уже кучи попозже напихали. Коммунальщики объяснили, что весь снег, собранный с обслуживаемой территории, был вывезен в соответствии с регламентом в течение 7 дней после механизированной уборки. Ее в последний раз проводили 18 декабря. В управляющей компании утверждают, что территория, где сейчас скопились осадки, не попадает в их зону ответственности. Данные снежные массы образованы в результате механизированной уборки городского пешеходного тротуара вдоль улицы Югорской муниципальными службами. Управляющей организацией по обращению собственников жилья неоднократно направлялись письма в адрес дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса и департамент городского хозяйства с требованием решить вопрос вывоза складированных валов снега вблизи придомовой территории дома по адресу Пролетарский, 32. О проблеме были в курсе в департаменте городского хозяйства администрации Сургута, но не знали деталей. Чьи подрядчики устраивают склад снега возле жилых домов, обещали выяснить. Административный штраф для нарушителя составит от 3 до 5 тысяч рублей. Так как управляющая компания нанимает подрядчиков, и кто-то недобросовестно может сложить и на территорию придомовую, так же, как и городской подрядчик может сложить на территорию не города, а двора также. Я подниму, кто всё-таки виноват с этой снеговой кучей, кто-то там понесёт ответственность. Будет это или подрядчик, кто у города работает, или подрядчик управляющей компании. В администрации Сургута пока не ответили, когда же уберут снежные горы. Жители надеются, что это произойдёт до наступления весны. Традиционно в это время года собственники недвижимости на проспекте Пролетарском 32 и в соседних домах страдают от того, что прилегающую территорию топит. Люди утверждают, что это происходит как раз из-за того, что пустырь между их многоэтажками и улицей Школьной превращается в нелегальный снежный полигон. Возможно, этот год, наконец, станет исключением из правил. Виктория Алексеева, Юлия Плескачёва, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.